Итак, я буду говорить с вами сегодня о том, как ежедневно вести себя. Есть процесс, который вовлечен в то, чтобы жить и ходить верой ежедневно, изо дня в день. Давайте обратимся к пятой главе первого послания Петра. Итак, все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, бодрствуйте, бодрствуйте. Вам придется это делать. И не просто один раз. Вы один раз это делаете, но затем, бодрствуя, вы оставляете эти заботы возложенными на Бога. Как? Скажите следующее. Я отказываюсь прикасаться к этим заботам в своих мыслях. Я возложил эту заботу на моего Бога. Я возложил эту заботу на моего Бога. Он печется обо мне. И спустя 30 секунд к вам снова приходит куча этих мыслей. Теперь вам придется бодрствовать. Нет, благодаря не Богу, я возложил эту заботу на Господа. И вам придется научиться говорить это громко вслух. Иначе вы просто варитесь в своих мыслях. Вы только все усугубляете. Нет, скажите. Так мысли, делайте то, что я говорю вам делать. Мы это не трогаем. Это не моя забота. Я больше к этому не прикасаюсь. И тут прокрадется мысль. Это безответственно с твоей стороны не волноваться об этом. Иисус сказал, вы можете хоть как-то прибавить себе росту, думая об этом. Но знаете, Иисус не сказал, что вы не можете прибавить себе росту. Он сказал, вы не можете его себе прибавить, думая об этом. Вам нужно быть чуть выше. Верьте Богу. Да, я знаю мужчин, которые верили Богу, потому что им нужно было быть на 2,5 сантиметра выше, чтобы попасть на военную службу. Им нужно было быть на 2,5 сантиметра выше, чтобы попасть в то определенное подразделение полиции, в котором Бог призвал их быть. В действительности, ключ ко всему этому в том, чтобы быть там, где Бог призвал вас быть, а не там, где вы решили быть. А потом вы просите Бога благословить это. Он может дать вам работу, на которой, как вам, может казаться, вы мало что будете получать. И поняв это, вы идете и находите лучшую работу, и в финансовом плане вы попадете в такую неразбериху, в которой вы никогда в своей жизни не были. Вы будете зарабатывать больше, чем вы когда-либо зарабатывали, и не видеть этих денег. Все ломается, разваливается. Вы приходите к тому, что начинаете ненавидеть то, что, как вы думали, вы будете любить. Разве не это брат Крифла Доллар читал на прошлом собрании Слово Божьего? Вы не можете служить деньгам. Вы не можете служить двум господам. В итоге, одного из них вы начнете презирать. Но вы приходите на ту работу, о которой сказал вам Бог. И вы думаете, дорогой Господь, скажу тебе, это самое прекрасное место, которое я когда-либо видел в своей жизни. Аминь. И затем вы возлагаете заботу о своих финансах на Бога, и ухватываетесь за то, что вам необходимо для того, чтобы служить Богу, служить там, где вы находитесь, служить своей семье. Аминь. Не просто, что платит вам какая-то компания. Идите высшим путем. Посчитайте, каким должен быть ваш доход. Не ваша зарплата, а ваш доход. Посчитайте, каким должен быть ваш доход, и включите в эту сумму ваше даяние. Включите в нее, что вы хотите делать для Бога, и все эти добрые вещи. Слава Богу. Это не безответственно. Это самое ответственное, что вы можете сделать. Передать что-то в руки Бога. Аминь. Итак, мы будем бодрствовать, противостоять поглотителю. В вере. Вы должны делать это в вере. Вы не можете быть в вере без Слова Божьего. Вера приходит от слышания, от слышания, от Слова Божьего. Вы не можете быть в вере без Слова Божьего. Вы не можете быть в вере без Слова Божьего. Вам нужно возвращаться к Слову Божьему, которое и дало вам эту веру, чтобы возложить заботу об этом на Бога. Аминь. Аллилуйя. Теперь давайте обратимся ко второму посланию к Коринфянам. Я хочу перейти к процессу этого. Скажите, я забываю. Я забываю все заботы. Я забываю все прошлое. Иисус пролил свою кровь. Чтобы я мог быть свободен от прошлого. Я забыл его. Я простираюсь. Я стремлюсь. Вперед! Вот о чем вы должны думать. О том, чтобы стремиться вперед, простираться, стремиться вперед. Все остальное находится позади вас. Не оборачивайтесь. Не подбирайте это. И не тяните за собой. Не стоит таскать это за собой. Так апостол Павел говорил обо всем том, на что он по плоти надеялся. И обо всем прошлом. Он сказал, забывая все это. Но вы не просто пытаетесь забывать. Он сказал, забывайте и простирайтесь. Простирайтесь и стремитесь. Всегда двигаясь вперед. И тут тот же самый апостол говорит нам, как это делать. Петр сказал об этом так. Возложите эту заботу на Бога, а затем бодрствуйте и противостойте. Вам нужно вернуться туда назад. Мне придется кое-что напомнить. Я думал, мы сделаем это позже, но давайте вернемся к пятой главе первого послания Петра. А уже затем мы обратимся к десятой главе второго послания Коринфянам. Хорошо. Первая Петра, пятая глава, восьмой стих. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. Противостойте ему твердой верой, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Боже всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою в помазанном Иисусе и его помазании, сам по кратковременном страдании вашим. Возьмите сейчас ручку и напишите здесь рядом. Противостояние вашим. Я не говорю о том, чтобы страдать под этой заботой. Речь о противостоянии искушению забрать эту заботу назад. Скажу вам, это может быть тяжело. Вам приходится сражаться с ним, потому что эта забота пытается вернуться в ваш разум. И дьявол бьет вас по голове. Другие люди провоцируют вас. Хотя то, хотя это и все остальное. Оказывая на вас всевозможного рода давление. И как только вас не называя, из-за того, что вы не принимаете это и не волнуетесь об этом. Но это не имеет никакого значения. По кратковременном противостоянии вашим, Бог, Он совершит вас, утвердит, укрепит и соделает непоколебимыми. Что значит «совершит»? Или «сделает совершенными»? Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Мистер Иаков еще раз это показал. Видите? Проявлять терпение – это не значит мириться с этой заботой. Проявлять терпение – значит быть непоколебимыми, бодрствовать и трезво противостоять дьяволу, не давать ему никакого места. Не давать ему никакого места. И исполнится совершенный закон свободы. О, вы должны восклицать прямо сейчас, вы должны восклицать об этом. Слава Богу, аллилуйя. Теперь давайте обратимся ко второму посланию к Коринфянам. И посмотрим десятую главу. Третий стих. Хорошо. Десять, три. «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. И мы также не воюем по плоти с другими людьми». Нет, нет. Другие люди не являются вашим врагом. Дьявол. Вот кому мы здесь противостоим. Аминь. Мне не важно, кем являются другие люди. Все, что им нужно, это Иисус. Итак. «Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь или разрушение и неспровержение забот, которые входят и заглушают Слово Божье». Видите? Здесь говорится о том же самом. «Чтобы разрушать твердыни». Как? «Ими неспровергаем замыслы». Апостол Павел сказал в 4 главе послания к филиппийцам, которую мы читали на предыдущих собраниях, что только истинно, любезно, достославно и так далее. «О том помышляйте». Итак, Он сказал нам, как оценивать мысль и знать, должны мы принимать ее и думать об этом или нет. Мы выяснили, что мы возлагаем все наши заботы на Бога. И затем мы трезвимся и бодрствуем, чтобы там их и оставлять. И теперь нам придется не только выбирать, о чем мы будем думать, нам придется активно избавляться от тех мыслей, которые пытаются быть нам внушены. И посмотрите, что Он сказал. «Ими неспровергаем замыслы». У меня в сноске написано «Рассуждение». Перестаньте пытаться просчитать, как Бог все это сделает. Иисус сказал, «Как вы это мерите, так оно будет отмерено вам». Поэтому мерьте это в соответствии с целью, почестью Вышнего звания. Я имею в виду, устремляйтесь за полноту этого, за самым лучшим, что есть у Бога. Поместите это туда, и затем не отворачивайтесь от этого. Это то, к чему мы стремимся. Это то, за чем мы устремляемся. Я выбираю устремляться за стократным урожаем. Аминь. Я в восторге от десятикратного. Я счастлив от тридцатикратного урожая. Но вот что я вам скажу, в некоторых случаях я получал больше, чем сто крат. Поэтому не приходите и не спорьте со мной, говоря, что стократный урожай недоступен. Потому что Иисус сказал, что он доступен. И я мерю. Я слышу это. Я преклоняю свое ухо к тому, что я все могу в укрепляющем Меня Христе. Понимаете? Я устремляюсь за этим. И какая обычно первая мысль пытается прийти вам в голову? О, ты этого не заслуживаешь. Что подумают другие люди? Что произойдет, если... Вам лучше сразу с этим разобраться. Это пытается проникнуть внутрь. Если оно проникнет внутрь, оно заглушит Слово Божье. Если оно заглушит Слово Божье, Слово остается без плода. И вы снова возвращаетесь к тому, с чего начинали. Аминь. Это то, что вы должны сейчас делать. И христиане должны делать то, что должны делать христиане. Аминь. Почему? Потому что в это вовлечено почтение. Почитание крови Иисуса, Почитание имени Иисуса, Почитание того, что Он совершил для нас на кресте, Почитание того факта, что Он уничтожил наш грех и относился к нам так, как будто мы никогда не грешили, и принял нас к себе. В это вовлечено почтение. Если Он пострадал и заплатил за мой грех, я буду противостоять греху. Если Он взял на Себя мои немощи и понес мои болезни, я буду противостоять немощи и болезни всем своим сердцем, всей своей крепостью и всем, что мне доступно. Аминь. Вы понимаете? Я устремляюсь за стократным урожаем. Если он доступен, я устремляюсь за ним. Слава Богу. Аминь. Во славу Божьей. Аллилуйя. Итак, что еще он говорит там об этом? Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающие против познания Божья или познания Бога. Итак, во-первых, речь идет в широком смысле о Слове Божьем. Это очень верно. Но в действительности, что ваши мысли и что дьявол пытается вам сделать, это разрушить ваше знание того, что Бог для вас сделал, что, как вы знаете, является истинным. Позвольте привести вам пример. Допустим, к вам начинает прокрадываться депрессия и угнетение. Я знаю, что это такое. Мне приходилось с этим бороться. Скажу вам, в моей жизни было время, когда я находился на грани маниакальной депрессии. И я знаю, что это значит. Когда вам приходится бороться с этим бесом, побеждать его и выгонять его из вашего дома. И благодарение Богу он убежал и больше не вернется. Но под влиянием этого ваш разум доходит до того, что он не верит ничему, что кто-либо говорит. И кто-то может прийти сказать вам, как он сильно вас любит, а вы будете сидеть там, смотреть ему прямо в лицо и зная, что то, что он говорит, является правдой, спорить с ним. Ты меня не любишь. Тебе нет до меня никакого дела. Прекрасно зная, что то, что он говорит, является правдой. Но к вам подобрался этот дух, желающий просто бороться и спорить со всем, что он слышит. И следующим из ваших уст выходит, «Но я не знаю, почему Богу нет до меня никакого дела». И все это время вы знаете, что Он любит вас. Вы знаете, вы знаете, вы знаете. Никому не нужно снова вам это говорить. Вы знаете, вы знаете, вы знаете, что то, что вы сказали, не было правдой. Но если вы будете продолжать слушать этого духа, он будет продолжать вам это говорить, и это будет продолжать выходить из ваших уст и идти против вашего познания Бога. Того, что, как вы знаете, является правдой. И дьявол насядет на вас и скажет, «В этот раз ты не получишь свое исцеление. В этот раз этого не произойдет. Ты никогда раньше не испытывал такой боли. Но ты будешь испытывать такую боль всю свою оставшуюся жизнь. И в конце концов, начнем с того, что твои зубы не подпадали под план искупления. Кто сказал им этот мусор? Мне это как-то раз сказал один проповедник. Но это не подпадало под план искупления. Что ж, давайте вырвем их и избавимся от них. И в тот момент именно это я и хотел сделать с одним из них, который так болел. Аминь. Но я знаю, что не нужно этого делать. У меня есть знание этого. Откуда я получил это знание? Из Слова Божьего, понимаете? Дьявол превозносит себя, восставая против Слова Божьего. Он выступает против моего знания этого Слова. Он выступает против меня в тех сферах, в которых я знаю, что это ложь. Но если вы будете играть с этим в своем разуме, оно заглушит Слово Божье, поскольку это тернии и заботы. И они входят. Если они войдут, они заглушат Слово Божье. И это Слово Божье, которое вы знаете, не будет больше ничего производить. Он возьмется за вас. Пользуйтесь этим. Итак. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Бога. И пленяем. Пленить означает захватить в плен. Связать. И не позволить этому больше действовать. Заключить в тюрьму. Прогнать. Пленяем всякое помышление. Всякую мысль. Не восемь из десяти. Если он сказал «всякую мысль», значит, вы можете это делать с помощью Духа Святого. Слово Божьего. Силы Слова Божьего. Разве Слово Божье не говорит, что если вы смиряете себя под крепкую руку Божью, он дает смиренным благодать. Аминь. И после кратковременного вашего противостояния, это достигнет совершенства. И как результат этого же самого процесса, вы обращаетесь к первому посланию Иоанна. Особенно четвертой и пятой главам. Там говорится, что женщина или мужчина, который будет хранить себя, лукаво не прикасается к нему. И вы можете прийти к такому состоянию, когда вы удалили эту мысль, вы пленили ее, вы уделили этому время, и вы были усердны. И вы противостояли этому до тех пор, пока оно не ушло. Что произошло? Вы сверхъестественно забыли это. И вы можете воскресить это в памяти, если хотите в этом копаться. Но глупо это делать. Зачем вам это делать? Нет, не делайте этого. Однажды у нашего служения образовалась задолженность в 6 миллионов долларов. Это касалось телевидения. Я совершил некоторые ошибки, которые превратили 400 тысяч долларов в 6 миллионов. Это заставит вас сильно поволноваться. И говорю вам, я боролся с этим. Я боролся с этим. Если бы вы спросили меня, все ли вы делаете для того, чтобы устоять? Все преодолевшее устоять, сделав все для того, чтобы устоять. Скажу вам. Я бы сказал то же самое, что говорили мне другие люди. Я сделал все, что нужно было сделать. Нет, мы говорим о совершенном законе свободы. Вы не сделали все, что нужно было сделать. Иначе вы бы уже выбрались из этого. И я ждал. У нас должно было быть собрание нашего Совета Попечителей. И я ждал вплоть до последнего вечера накануне этого собрания, чтобы прочитать годовой отчет. О, мне не хотелось идти туда и стоять перед всеми этими попечителями и говорить им, что это был худший год в моей жизни. Что я величайший неудачник, который когда-либо оказался в служении. И вам всем следует меня просто пристрелить. И положить конец моим учениям. О, мне не хотелось этого делать. Мне не хотелось этого делать. Поэтому я тянул допоздна. Все отделы нашего служения делают свой отчет и передают его своему руководителю. Потом они все объединяются в общий отчет, который в итоге кладется мне на стол. И я стоял там накануне поздно вечером. Было уже далеко за полночь. И только за полночь я сел читать этот отчет. Я начал с самого начала. И, боже мой, дела в каждом отделе шли лучше, чем раньше. У них все было в полном порядке. Слово Божие работало. И тот год, вероятно, был самым лучшим нашим годом. Затем я дошел до телевизионного отдела. О, задолженность в 6 миллионов долларов. Я сказал, Глория, подойди сюда. Она спросила, что такое? Я сказал, посмотри. Это не самый наш худший год. Это наш лучший год. И Господь сказал, единственный отдел, в котором образовалась задолженность, это тот, который ты пытался исправить. Я знал, что не нужно этого делать. Я уже 30 лет живу на основании того, чему учу вас сегодня. Тогда было еще не 30 лет. Это случилось в 1990 году. Но говорю вам, я знал, что не нужно этого делать. Но я позволил дьяволу обманом столкнуть меня в это. Я позволил этим обетованиям ускользнуть, несмотря на то, что в других сферах моей жизни я за них держался. Когда дело дошло до этих 6 миллионов долларов, и должен вам сказать, дьявол пытался говорить мне, если ты не вмешаешься и не напишешь своим партнерам кучу писем, говоря им, что им придется тебе помочь, а то они больше не увидят тебя в эфире, ты... Я сказал, я не буду этого делать. Это невозможно. Я уже принял соответствующее решение перед Богом. Я не буду этого делать. Я сказал, Господь, помоги мне продать эту собственность. Он спросил, а что ты будешь продавать в следующем месяце? Глория стояла рядом с моим столом, и я сказал, я вижу, что мы должны сделать. Я носил эту заботу. И у меня вошло в привычку думать об этом целый день. Каждый день на протяжении трех или четырех лет. Я возложил заботу об этом на Бога. Мы с Глорией помолились и верили Богу. Если я правильно помню, мы приняли хлебопреломление. Я знаю, что мы приняли его на следующий день. И возложили заботу об этом на Бога. И я сказал, во имя Иисуса, я принимаю решение перед Богом. Я поднимаюсь во власти в этом вопросе. И я больше не буду об этом думать. Я не забираю это из твоих рук, Бог. Теперь оно твое. Спустя пять минут ко мне снова закралась мысль об этом. Я просыпался посреди ночи, думая о том, что я буду делать. И когда я проснулся в ту ночь, я подумал... Я пришел в себя. Снова прокручивая все эти глупые мысли. Что я буду делать? Ну, это не будет работать. Как я могу это сделать? Я не... Я не... Я остановился прямо посреди всего этого и громко сказал, «Нет!» Я ничего не буду по поводу этого делать. Я возложил заботу об этом на Бога. У него есть шесть миллионов долларов. А у меня нет. Я об этом не думаю. Я ни доллара не могу к этому прибавить. Лежа здесь и думая об этом. Я просто повернулся на другой бок и заснул. Когда я на следующее утро открыл свои глаза, я уже думал об этом. Мне пришлось встать. Пойти взять свою Библию, поставить ее на свой комод с зеркалом, пока я в то утро одевался. Открыть пятую главу первого Петра, шестой и седьмой стихи. И слава Богу. Вот что я делаю. Вот что я делаю. Замыслы. Рассуждения. Я не спровергаю вас. Я не спровергаю вас. Это должно было быть в моих устах каждую минуту. Каждую минуту. Я должен был прославлять Бога и поклоняться Ему вслух. Вы не можете делать это в своем разуме. Вы должны делать это из своего духа. А для того, чтобы делать это из своего духа, это должно выходить из ваших уст. Ваши разумы становятся, чтобы послушать, что говорят ваши уста. Я сражался с этим неделью, и казалось, что лучше не стало. Я твердо противостоял. Я делал ту часть этого, которая связана с моим страданием. Понимаете? Я продолжал это делать. Я продолжал это делать. К концу второй недели эти мысли приходили ко мне уже лишь несколько раз в день. К концу третьей недели они вообще больше не приходили. Если кто-то упоминал мне об этом, мне приходилось останавливаться и говорить, «О, нет, я возложил заботу об этом на Господа. Я об этом не думаю». Что касается меня, то этот вопрос закрыт. Аминь. Это было в марте. К июню эта задолженность была выплачена. Я не знаю как. Мне все равно. Я знаю кто. Мы не изменили наше даяние. Мы не изменили наше отделение десятины. Мы начали давать еще больше. Мы взяли деньги из других статей расходов и посеяли еще большие семена. Но теперь они работали. Потому что я возложил эту заботу на Бога. Я вовлек Бога в это. Впервые в истории нашего служения мы оплатили наш телевизионный счет одним чеком. В тот год впервые. Одним чеком. Наперед. И с тех пор мы оплачивали его одним чеком. Хвала Господу. Да. Аминь. Давайте встанем и воздадим Господу хвалу и благодарение. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.